МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими были прошедшие 7 дней в Гомеле области? Об этом в программе «Итоги недели» на телеканале Беларусь-4 Гомель. Здравствуйте! Цветы, подарки и признания на этой неделе в регионе отмечали главный весенний праздник 8 марта. В минувшем году в Гомельской области на свет появилось более 18 тысяч детей. О самом главном в жизни женщины событии – сюжет из областного роддома. А также все о наиболее ярких событиях из жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник провел в Рогачеве прием граждан по личным вопросам. Поделиться своими проблемами пришли представители самых разных категорий населения – от предпринимателей до пенсионеров. Сегодня определить какую-то одну сферу, деятельность которой вызывает особенное недовольство населения, нельзя. Если называть тематику наиболее частых обращений, то это качество строительных работ, проблемы в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства, земельные споры. Причем последние решить обычно непросто. Особенно, когда соседи сами не могут найти взаимопонимания несколько десятилетий. За почти 4 часа приема граждан председатель облсполкома обращается к самым разным темам. Часть проблем, которые озвучивают люди, связана с изменениями в законодательстве. В некоторых случаях с недоработками на местах. Но какими бы ни были вопросы волнующие людей, всегда необходимо искать возможности оказать помощь конкретному человеку. Власть должна, конечно, все сделать для того, чтобы помочь этому человеку, чтобы он не обращался. Потому что порой, видишь, если человек обращается многие-многие годы, то видишь, как меняется человека отношение к этому вопросу, психика и так далее. Поэтому сегодня желание власти быстрее навести парадок в этом вопросе и вывести с этого оцепенения, наверное, по-другому не скажешь, человека, который на протяжении многих лет живет только одной этой проблемой, не видя того, что происходит вокруг. И не видя, наверное, самое главное, что жизнь проходит. А он живет с этой проблемой. Поэтому нет сегодня каких-то таких нерашаемых проблем, которые невозможно решить в пользу этого человека. Это итоги недели, и мы продолжаем вспоминать уходящие семь дней. О том, что еще важное и интересное происходило в регионе. Короткий дайджест от моих коллег. За разрешением проблемных вопросов на уходящей неделе можно было обратиться и к председателю Гомельского горосполкома Петру Кириченко. Ситуации, в которых попадают люди, самые разные, и не всегда их разрешение зависит от человека. Зато те, что находятся в компетенции местных органов власти, часто требуют более пристального внимания. На прием пришли гомельчане в надежде решить волнующие их вопросы. Среди них просьба об оказании адресной помощи, электрификация гаражного кооператива, регистрация жилого дома, предоставление в аренду земельного участка. Каждое обращение было рассмотрено индивидуально. В Гомеле наградили победителей республиканского конкурса «Безопасное детство среди учреждений дошкольного образования». Местом проведения торжественной церемонии выбрали первый в Беларуси центр безопасности. В числе конкурсных номинаций создание уголка безопасности для детей, проведение дидактических игр с дошкольниками, работа с родителями, создание видеоролика. Гран-при конкурса завоевал детский яслисад номер один города Ельска. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи подвели итоги работы в 2016-м и определились планами на 2017-й год. В Калинковичах прошел расширенный пленум общественной организации. Сегодня под флагами молодежного объединения 80 тысяч молодых людей, и это почти треть молодежи Гомеля. По инициативе и с участием областного комитета БРСМ в прошлом году проведено более тысячи социально значимых мероприятий. Они были направлены на моральное воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции, пропаганду здорового образа жизни. Заслуженные награды в день проведения расширенного пленума были вручены активистам движения. На уходящей неделе в Гомельском парке зазывали весну. Активисты молодежной краеведческой организации исполнили обрядовые песни и заклинания, которыми наши предки прощались зимой и приближали наступление весны. Белорусскому народному обряду «Гукань невясны» присоединились отдыхающие в парке гомельчане и даже водили хоровод. На этой неделе в Республике Беларусь отмечался великолепный праздник весны, женственности и гармонии 8 марта. И не случайно сегодня в студии итоги недели у нас председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Галина Михайловна Пашет. Галина Михайловна, очень приятно, что вы посетили сегодня нашу студию. Спасибо вам за это. И, конечно же, мы поздравляем вас с этим праздником 8 марта. Желаем красоты, гармонии и энергетики, которая окутывает каждую женщину и дарит частичку тепла каждому мужчине. Это вам. Спасибо большое. Я думаю, что праздник продолжается. Галина Михайловна, «Белорусский союз женщин» достаточно крупная организация в нашей республике. А сколько представительниц, прекрасной половины человечества нашего региона входит в это общественное объединение? В наших рядах более 20 тысяч женщин. И по своей численности мы являемся вторыми среди общественных организаций по членству после профсоюза. На что сейчас направлена работа общественного объединения? Вы знаете, что в первую очередь это направлено на поддержку самих женщин помочь друг другу, помочь найти работу, помочь самореализоваться, помочь вообще воспитать детей, помочь вообще выжить в таких непростых условиях. Я вам скажу, на сегодняшний день мы больше всего озадачены развитием женского предпринимательства, потому что это самозанятость, это экономика. Что греха таить? Порой бывает как. Женщина с двумя детьми или с детьми инвалидами остается одна. Мужчины, как правило, такой нагрузки иногда не выдерживают, особенно когда в семье воспитывается ребенок-инвалид. И наша задача, как можно полно и больше помочь вот именно таким женщинам. И, наверное, через развитие женского предпринимательства это можно сделать как можно лучше. Дело в том, что поддержу то, что вы сейчас сказали, Галина Михайловна. В интернете был составлен портрет среднестатистической белорусски. И вы знаете, фактически около половины женского населения в Республике Беларусь уже занимают руководящие посты. И есть огромное стремление делать карьеру. А в белорусском союзе женщин как много женщин-руководителей? Ну, вы знаете, что практически каждая женщина-руководитель она уже разруковательна, уже активна. И она практически каждая, если даже сегодня она еще не член, то завтра она обязательно вступит в наши ряды. Мы ее вовлечем. Только потому, что она активна. Как вы считаете, успешной женщине надо делать карьеру или заниматься семьей? Вот как вы считаете, Галина Михайловна? Вы знаете, что я считаю, что все-таки у женщины на первом месте должна быть семья. Это в первую очередь семья, дети, муж. Именно так? Да. Именно так, а никак иначе. Потому что это такая ценность, которую, понимаете, никакими успехами в карьере ты не заменишь счастье материнства, счастье любви, хороших отношениях в семье. Галина Михайловна, вот насколько вы человек широкой души и доброго сердца? Я хочу вам задать, может быть, и личный вопрос в студии нашей «Итоги недели». Подарок на 8 марта. Какой вам запомнился больше? Знаете, что? Больше всего мне запомнилась песня, которую для меня исполнили, написали, аранжировали. И вот, знаете, приятно было 8 марта вечером, звонок по телефону. Я хочу для вас исполнить песню. Ну, а так как у нас еще сейчас очень развиты все коммуникации, технологии, можно же все еще передать по электронной почте. мне это передали, я слушала несколько раз, у нее было очень-очень приятно, было очень тронуто. Вообще, я ценю любое внимание, даже пусть оно, не надо сверх какие-то там дорогие подарки, не надо там сверх какие-то большие букеты цветов, но, наверное, дорогое само то внимание, которое человек тебе оказывает, это уже отношение к тебе, уважение. Все-таки действительно это прекрасная традиция 8 марта дарить не только цветы, внимание, подарки, но и быть просто рядом друг с другом. А что вы пожелаете нашим телезрительницам, Галина Михайловна, в честь праздника 8 марта? Вы знаете что, я нашим телезрительницам, как я так всю свою сознательную жизнь занималась конкретным делом, собирали налоги, поэтому я желаю всем в первую очередь материального благополучия. Я желаю в первую очередь здоровья, женского здоровья, здоровья детям. Я желаю хороших детей, хороших мужей, внимания, ну вот, всего самого-самого хорошего, что может женщина искренне пожелать другой женщине. Улыбок, чтобы мы вышли на улицу и все улыбались, вот как это было 8 марта. С праздником, уважаемые телезрительницы и телезрители. Ну а в студии «Итоги недели» была председатель Гомельской областной организации общественного объединения Белорусский союз женщин Галина Михайловна Пашет. Белорусские женщины действительно достойны уважения и восхищения. Тем более, что в прошлом году они совершили настоящее чудо. Впервые за 20 лет в нашей стране рождаемость превысила смертность. Главный прорыв совершили столица и Брестская область. На Гомельщине коэффициенты смертности и рождаемости практически сравнялись. Еще чуть-чуть и жизнь победит. Положительную динамику эксперты связывают в первую очередь с поддержкой материнства и детства со стороны государства. Однако и медики играют в этом далеко не последнюю роль. Свою новорожденную дочку пациентка Гомельского областного роддома Яна Ефименко показывать нам не стала. Боится дурных примет и это неудивительно. Малышка Яне далась нелегко, поэтому опасения молодой мамы можно понять. У нас были сложные роды, но это того стоило. Спасибо большое врачам. Очень медперсонал, очень на высочайшем уровне, помогли. И только могу большие слова благодарности. Сложные роды, хронические заболевания беременной для белорусских медиков сегодня уже не критичные случаи. Не так давно женщинам, например, с болезнями сердца или сахарным диабетом давали один совет не рожать. Сегодня медицина вышла на новый уровень. Толстая медкарта не повод отказаться от мысли о материнстве. Есть определенный перечень медицинских противопоказаний для пролонгирования беременности, но их очень мало. Это действительно тяжелые заболевания. Но опять же, решение этого вопроса остается все-таки за женщиной. Если она противится прерыванию беременности, никто не может по-другому поступить. Все это сказывается на итоговых цифрах рождаемости. К тому же, в Беларуси один из самых низких в мире коэффициентов младенческой смертности. Из тысячи малышей умирают трое. Для сравнения в России семя, в Соединенных Штатах Америки шесть. В Гомельской области коэффициент младенческой смертности даже ниже, чем в Беларуси в целом. 2,7 промилля. Это лучший показатель в стране. Современное оборудование и высокая квалификация медиков позволяют выхаживать даже самых сложных малышей. В Гомельской областной больнице в прошлом году спасли малышку, рожденную весом всего 600 граммов. Тех, кто родился раньше срока, помещают сюда в отделение для недоношенных. Сейчас здесь находится 25 детей и все идут на поправку. Всего в Гомельской области сейчас проживает почти 1 миллион 423 тысячи человек. В прошлом году родилось 18 тысяч 380 детей. Это правда на полторы сотни меньше, чем в 15-м, но зато появились районы, где отмечают естественный прирост населения. Это Жлобинский, Мозырский и Чечерский, а также город Гомель. Число умерших снизилось по всей области, что важно уменьшился показатель смертности трудоспособного населения почти на 5%, а показатель детской смертности снижен на 15%. Случаев смерти женщин при родах не было зафиксировано совсем. Все это показатель качества белорусской медицины. Современное оборудование, высокая квалификация медиков и высокое эффективное лекарство помогают достигать главной цели сохранять жизни. Есть все основания полагать, еще чуть-чуть и жителей Гомельской области с каждым годом будет становиться больше. Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко, телерадио компания Гомель. На этой неделе представительницы прекрасной половины человечества принимали цветы, подарки и теплые слова поздравлений. Однако 8 марта это не только главный весенний праздник страны, но и отличная возможность подзаработать для предприимчивых граждан. О том, каким ассортиментом располагали торговые объекты, какими подарками мужчины радовали дорогих сердцу женщин, нам расскажут наши корреспонденты Анна Ковалева и Алексей Немкевич. Дмитрий, здравствуйте. Да, действительно, мы всерьез задались этим вопросом и прямо сейчас попытаемся во всем разобраться сообща. Леш, я предлагаю разделить обязанности. Ань, полностью с тобой согласен. Тогда, если ты не против, я возьму на себя выбор букета, а ты изделия ручной работы, которые в последнее время становятся все более популярными. Что ж, давай так и поступим. Встречаемся через час. В Гомельской области в праздник 8 марта казалось, без цветов не осталась ни одна женщина. Только в областном центре работало более 400 выездных и стационарных торговых точек. Традиционно среди наиболее востребованных цветов розы и тюльпаны, а также праздничные букеты. Это флористическое изобилие способно удовлетворить потребности даже самого взыскательного кавалера. Пользовались спросом вот такие коробочки получаются. Они, видишь, цена у них была примерно от 20 рублей белорусские. Оригинальные композиции живых цветов можно найти в специализированных салонах. Здесь опытные флористы помогут мужчинам создать поистине неповторимые шедевры. В последнее время становится модным дарить цветочные корзинки. Благодаря особой технологии такой подарок сохранится гораздо дольше, чем обычный букет. Мы создаем композиции под заказ. Мужчинам нравится заказывать для своих женщин. Они выбирают самые яркие цвета, самые модные цвета. Это все на флористической губке. Это достаточно долго стоит. Как показал праздник, не теряют своей актуальности и цветы в горшках. Лидеры продаж орхидеи. Что касается цен за оригинальные флористические композиции, в этом году мужчинам пришлось выложить от 20 до 40 рублей. Немногим меньше обошлись орхидеи. Другие растения в горшках стоили еще дешевле. Гиацинты и крокусы в районе 4-10 рублей, фиалки 5-10, комнатные хризантемы 15-25 рублей. Самое популярное в международный женский день тюльпаны в Гомеле продавали по 1,5-2 рубля. Цены на отечественные розы варьировались в зависимости от их вида и сорта от 2 до 4 рублей, на привозные от 4 рублей и выше. Ни для кого не секрет, что в праздничные дни цены на цветы заметно возрастают. Порой, чтобы немного сэкономить, мужчины идут на хитрые уловки. К примеру, поздравляют женские коллективы спустя день. Однако в этом году 8 марта за облачного скачка цен на цветы в Гомеле не наблюдалось. Праздничный букет можно было собрать на любой кошелек. К слову, были кавалеры, которые на цветы не скупились. Так одна из самых дорогих флористических композиций из Орхидеи, о которых нам удалось узнать, обошлась своему владельцу в 400 белорусских рублей. Цветы это, конечно, красивый, но все же банальный вариант. Из этой же категории бытовые кухонные принадлежности. Так, по мнению самих женщин, сковородку или мясорубку им лучше не дарить. Подарок в каком-то смысле обидный. Мужчины, ради вашей же безопасности, ну, кто знает, на что способна обиженная женщина со сковородкой в руках. Правда, как показывают итоги продаж, не перевелись еще смелая мужчина, ведь спрос на такие товары немного, но тоже возрос. Надеемся, ни один мужчина при этом не пострадал. Те же, кто хотел удивить подарком, обратились к ремесленникам. Трендовым вариантом стали букеты из конфет. Для некоторых такие послушали и подарочной упаковкой. В бутоны заворачивали не только конфеты, но и ювелирное украшение. Средняя цена такой оригинальности 20 рублей, примерно столько же, сколько стоит букет живых роз. А вот если дополнить его и конфетами, то придется приготовить еще рублей 7, то есть выходит дороже. Возможно, поэтому в предпраздничные дни спрос на букеты из конфет возрос более чем в 10 раз. Еще один трендовый вариант подарочные коробочки. Мастера наполняют их всем, чем душа пожелает. Живые цветы, французское печенье, пирожные, те же конфеты и даже фрукты. У мастеров, как правило, есть постоянные поставщики сладостей. Цветы закупают в Минске у частных оптовых распространителей. Говорят, так выгоднее, но даже при этом в цене подарок проигрывает. Его средняя стоимость 50 рублей, достигать может и 100, но несмотря на это всего за один день продавцы сделали на них недельную выручку. И все же по итогам продаж оригинальные подарки проиграли традиционным, при этом многие решили обычное необычно преподнести. Иными словами, скреативили на упаковке. У тех, кто предоставляет такую услугу, пик заказов пришелся на 8 марта. Большинство мастеров индивидуальные предприниматели. Некоторые предоставляли скидки, но у подавляющей массы цены оставались на одном уровне всю неделю. Так, стоимость упаковок начиналась от 2,5 рублей и выше, в зависимости от размеров. Вот такой вот флауэрбокс, упакованный, кстати, в нашу бумагу. Здесь живые цветы, которые могут стоять даже до трех недель, если их поливать. Коробки мы все делаем сами, абсолютно разного размера. Это может быть просто коробка обычная со съемной крышкой, либо в виде шкатулки. Очень часто их покупают, потом хозяева, которым достается из них подарок, оставляют их и хранят всякие мелочи. Пик продаж на все виды сувенирной продукции пришелся на 8 марта. По словам работников торговли, большинство гомельчан делали покупки в последний день. Спешили и успели. В отличие от других сфер, у торговли 8 марта выходного не было. Леш, ну давай делиться впечатлениями. Не знаю, как ты, вот я убедилась в том, что оригинальный подарок уж точно не оставит равнодушной ни одну женщину. Благо, что в Гомеле неординарных сувениров предостаточно. Выбор широкий. Расскажи, как у тебя дела? Итак, вывод прост. Цены на цветы разные. Те, кто хотели сэкономить, могли найти для себя приемлемый вариант. Однако, в целом, гомельчане на цветы не скупились. И, Аня, это для тебя? Спасибо большое. Слушайте, ну, действительно, не важно, какой подарок. Внимание, вот что, дороже всего. И помните, печь блины можно не только на Масленицу. Признаваться в любви не только 14 февраля, а дарить цветы не только 8 марта. Это были Алексей Немкевич, Анна Ковалева. Специально для программы «Итоги недели». Женскими улыбками была озарена уходящая неделя на Гомельщине. Цветы, подарки, слова признательности принимала женская часть населения в своих трудовых коллективах, в семьях и прямо на улицах. Как это было? Расскажем в нашем дайджесте новостей. На торжественный прием по случаю Международного женского дня председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник пригласил 60 представительниц не всегда слабого пола. Все участницы встречи с главой региона достигли недюжинных успехов. Каждая в своей сфере. В профессиональном мастерстве они наравне с мужчинами умеют все. Ну или, если не все, то многое на приеме прозвучало. Среди 20 лауреатов ежегодной премии Гомельского облсполкома по поддержке талантливых ученых почти половина женщины. Про заслуги женщин во всех сферах рассуждали на уходящей неделе и в Ветковском районе. Гомельское областное отделение Белорусского фунда мира пригласило на концерт поздравления жительниц района, которыми славится Ветковская земля. Много хвалебных слов услышали женщины-труженицы в тот день, получили заслуженные подарки и музыкальное поздравление. В Гомельском медицинском колледже в преддверии весеннего праздника женщина провели конкурс грации и артистического мастерства «Мисс весна-2017». 14 будущих медсестер, акушерок, санитарных и зубных фельдшеров сошлись в творческом состязании. Они вышли на одну сцену, чтобы впечатлить жюри своими талантами. На один день участницы конкурса перевоплотились в моделей, кулинаров и артисток. Главный титул «Мисс весна-2017» завоевала Алина Пигулевская. 8 марта госавтоинспекция Гомельской области не оставила без внимания женщин-водителей. На главной площади Гомеля сотрудники инспекции предложили им примерить на себя форму госавтоинспектора. Женщины вначале робко, а потом смелее надевали специальный жилет ДПС и головной убор. Жезлом в руке они останавливали проезжающее мимо авто, чтобы поздравить другую леди за рулем. И еще одно необычное поздравление от ГАИ. Настоящий флешмоб к 8 марта. А сейчас по традиции мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях Гомельского региона. С нами на связи наш обозреватель Вероника Врашилина. Вероника, здравствуйте. Чем запомнилась уходящая неделя вам и жителям региона? Здравствуйте, Дмитрий. Уходящая неделя принесла немало интересного. Во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка картин, которые живают только при помощи мобильных гаджетов. А учащиеся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания привезли награды с международного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега». Он проходил в Санкт-Петербурге. А сейчас об этом и не только ближайшие несколько минут наш культурный обзор. Выставка картин дополненной реальности «Мираж» открылась на этой неделе в музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. Это полностью интерактивное пространство, которое оживает при помощи мобильных гаджетов. Посетителям необходимо скачать мобильное приложение с сайта «Мираж.бел». В зале музея есть бесплатный доступ в интернет. После несложных манипуляций можно приступать к изучению экспозиции. Стоит всего лишь навести телефон или планшет на расположенные в зале картины, как они переносят посетителей в самые отдаленные уголки планеты и даже на несколько миллионов лет назад, когда землю населяли динозавры. Учащиеся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания привезли награды с международного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и депротивной косметики «Невские берега», который проходил в Санкт-Петербурге. Это один из самых престижных фестивалей мирового масштаба. Он требует от участников высокого разработок индустрии красоты, а также поддержка молодых специалистов. Благодаря ежедневной подготовке учащиеся Гомельского колледжа бытового обслуживания достойно представили нашу страну и завоевали шесть призовых мест. Персональная выставка художника Дмитрия Евсеенко открылась на этой неделе в областном центре народного творчества. Зрителям представили 22 картины с весенними женскими образами. Экспозиция знакомит с таинственным миром женщины и настраивает на романтический лад. Написанные Дмитрием Евсеенко персонажи не привязаны к реальности. Они погружены в свой внутренний мир. А в Гомельской городской клинической больнице номер один презентовали выставку оригинальных хендмейд вещей. Экспозиция создана работниками медучреждения, а также членами их семей. Вышитые куклы, домики-игрушки, шкатулки-украшения, креативные картины на стекле. Участие в выставке приняли работники всех отделений больницы. Следующая неделя обещает быть не менее интересной. Она подарит нам сразу две театральные премьеры. В Гомельском государственном театре кукол зрители увидят спектакль «Вот такая жизнь». С весьма оригинальной постановкой, которая включает в себя жесты, физическое действие, визуальный перформанс, музыку и текст, гомельчан познакомят артисты известного польского театра «Бюро путешествий». А в Гомельском областном драматическом театре тем временем состоится премьера спектакля «Деревья умирают стоя». Это занимательная история о выборе нравственного пути и жизненной дороги. В свою очередь в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского на следующей неделе пройдет 12-й региональный открытый форум хоровой музыки «Певческая академия». Это масштабное мероприятие будет сопровождаться рядом концертов и мастер-классов. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзоры подготовили Вероника Ворошилина и Павел Антонов специально для программы «Новости недели». И напоследок ставка рефинансирования с 15 марта уменьшится еще на 1% пункт до 15% годовых. С начала года это уже третье изменение этой величины. К слову, в будущем ожидается и снижение ставок по строительным кредитам, а стоимость квадратного метра к 2020 году планируют сравнять со средней зарплатой по стране, чтобы жилье стало более доступным. Все подробности буквально через несколько минут в программе «Экономическое обозрение». Это были итоги 7 дней. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова